Привет! Как дела? Сегодня мой рассказ будет о таком магазине, который называется Икеа. Так как я получила много отзывов о том, что вам интересно знать, в каких городах я бывала и что я видела, сегодня как бы немножечко заглянем в мой город, где я живу, в Петербург, и посмотрим на такой магазин под названием Икеа. Вы все его прекрасно знаете. Недавно мы ездили в Икеа Кудрово в Петербурге, где проходили новогодние распродажи, и там я заметила, что в Икеа произошли некие перемены, о которых я вам сегодня буду рассказывать. И так как я очень люблю оформлять свой дом в стиле Икеа, я вам сегодня расскажу о том, как мы оформляли дом моего брата в Лондоне в стиле Икеа, и что такое Икеа в Лондоне. Начну с того, что Икеа в Лондоне зовется Айкея, и первый раз, когда я услышала это слово по-английски, я вообще не поняла, что происходит, про что мне рассказывают. Это было в 2005 году, когда я только впервые приехала в Лондон как турист. И там мы встретились с моей подругой из Питера, которая свела меня с русскоязычной компанией, и мы ездили в такой богатый и красивый дом в районе Уотфорд. Это шестая зона на северо-западе. И там мы провели целый день, играли в карты, в какие-то игры русские, фотографировались, купались в бассейне. Ее русскоязычная знакомая отвезла нас обратно в центр на своей машине, и когда мы проезжали мимо Икеа Вимбли, она говорит, а вот это вот Айкея. Я говорю, в смысле Айкея, это же Икеа. Она говорит, что такое Икеа? Это Айкея. В общем, у нас произошла такая непонятка, Айкея или Икеа. В России это называется Икеа, в Англии это называется Айкея. Я уверена, что в Швеции вообще по-другому звучит это название. Итак, в Лондоне существует 4 магазина Икеа, которые находятся в таких районах, как Вимбли, Тоттенхем, Гринвич и Кройден. Я была в двух магазинах на Тоттенхеме с моей подругой Настей, и с ее мужем мы ездили просто так посмотреть, что и как там. К сожалению, фотографий и видео у меня не было, я не снимала на тот момент Икею, но я сегодня вам покажу то, что я снимала вот буквально накануне записи этого ролика в нашем, в питерском магазине Икеа. В принципе, товары практически те же самые, единственное отличие, что там производство из таких стран, как Белоруссия, Болгария, даже из России я видела какой-то стакан, то есть написано Made in Russia, а у нас из азиатских стран больше производство происходит. И самое основное отличие в том, что там цены где-то в полтора раза выше, чем в наших русских магазинах. Ну, как бы, заработки там у них, конечно, раз в 10 выше. Поэтому все равно он считается очень дешевым мебельным магазином в Лондоне. А также дважды я была в Икеи Вимбли. Один раз мы туда ездили с моим братом, когда он только купил свой дом, и мы оформляли как раз мою комнату, где я у него в первые полгода жила. И я очень любила вот такой вот столик, фотографии у меня есть, компьютерный столик, и купила его себе в комнату. После этого я ездила уже, когда я уехала от него в Вимблдон жить, у меня была своя комната, и мне не хватало тоже письменного стола. Я поехала в тот же самый Вимбли, взяла с собой чемодан, и этот стол такой же купила. Очень удобный, один ящичек, прорезь для компьютера, как бы маленький, компактный. Я люблю все в компактном таком стиле, и вся моя квартира, в принципе, оформлена в такой белый цвет, в компактном стиле. В основном все из Икеи. Но есть некие предметы интерьера, конечно же, из других магазинов, потому что не все в Икее продается такое прямо качественно. Я люблю белый глянец. Глянцевых вещей в Икее очень мало, и они очень дорогие, поэтому что-то я даже делала на заказ. Но суть не в том. И вот с этим столом я погрузила его в чемодан, к тому же еще взяла стул с такой, с накидкой, и поехала через весь практически город. То есть с Вимбли, это надо ехать через центр и обратно на Вимбилдон, ввезя в чемодане этот стол. Стол мне очень пригодился и выручал меня впоследствии. Потом я его, наверное, оставила в той квартире, потому что я уже переезжала жить в мою первую семью няней. Об этом я рассказывала уже, смотрите в этом ролике. Недавно где-то, то ли на просторах интернета, то ли на просторах бизнес-журналов, я читала о том, что Икее переделывает свою бизнес-модель и пытается внедриться в центр города. По-моему, это было про Москву, но я думаю, что и в Питере, и вообще весь бизнес в России, они немножечко думают переделывать. И запускать свои магазины, как вот в принципе и в Стратфорде сейчас есть Collection Point, где есть некие образцы мебели, но все в основном заказываются по каталогам. Туда будут привозить машины и то, что вы заказали, и оттуда вы уже будете забирать рядом с тем местом, где вы живете. Если вы живете на Стратфорде, вы можете забрать заказанный вами по интернету товар в Вестфилд-центре. Про Вестфилд-центр, про Стратфорд, обо всем этом я тоже вам буду рассказывать чуть-чуть попозже. Очень много у меня всяких историй, всяких фотографий и видео, которые я вам хочу рассказать и показать, но мне не хватает реально времени все это вам так по-быстрому рассказать, потому что это реально огромные длинные истории. Так вот, Икеа в Москве сейчас планирует переделывать свой бизнес-модель и внедрять свои магазины в каждый район города, а те, которые находятся на окраинах, закрывать полностью или содержать их как склады. На что произошла резкая критика жителей Москвы, потому что сейчас Москва разрастается и как раз она разрастается в районе окраин. И людям нужны вещи и мебель, которые они внедряют в свои новые жилища. Они нужны там на окраинах и Москва взбунтовалась, потому что им будет неудобно ездить в центр города и забирать свои товары из центра. Поэтому они просят о том, чтобы Икеа снова пересмотрела свои планы, потому что в России такая бизнес-модель, которая существует по всей Европе, видимо не сработает. Ну не знаю, живем, посмотрим, как это все будет. У нас пока на окраинах, у нас на Мегадыбенко и есть Мегапарнас. В этих двух районах существует Икеа в Петербурге. И мы ездим, так как я живу в Невском районе, я часто посещаю Мегадыбенко. Точнее Кудрово сейчас зовется. Потому что совсем недавно, буквально за 3-4 года, на окраине Невского района появился новый микрорайон под названием Кудрово. И вот как раз на новогодние праздники мы поехали туда посмотреть, какие же там идут распродажи. И по лоялти-карт Икеа Фэмили. У меня, кстати, есть еще и лондонская такая карточка написана, мое имя на английском и номер. Так что, если кому надо, обращайтесь. По этой карте можно было приобрести много различных товаров с огромной скидкой. Вот, например, вот эти шторы, которые мы давно уже присмотрели, около года ходили, облизывались, смотрели на них. Они стоили 3 тысячи, мы приобрели за 1000 рублей. Вот такие бывают распродажи в Икеа. Кстати, по поводу бизнеса в Икеа есть такая новая функция 3D Application, 3D моделирование. Пока она доступна только в Великобритании, но, в принципе, мне кажется, и в России можно ее испробовать. Единственное, что нельзя заказать. Эти предметы, которые вы подберете себе домой в Россию. В чем суть этой новой функции и как я ее нашла? Когда я писала свою диссертацию по виртуальной реальности, а виртуальная реальность основана на 3D моделировании, и одна из направлений виртуальной реальности, по-моему, это была миксованная реальность, туда вот как раз входит расставление предметов по вашему желанию. И вот Икеа смоделировала такой аппликейшн. Только на кухню сейчас идет, но, возможно, потом будет распространяться и на другие комнаты, где можно, согласно параметрам вашей кухни, то есть вы сами задаете параметры, рисуете себе кухню в интернете, прямо на сайте Икеи, куда вы вставляете мебель, представленную на самом сайте Икеа. То есть, допустим, вот сюда я хочу поставить раковину, здесь будет холодильник, здесь будет кухонный гарнитур, здесь будет диван, а здесь цветок, а здесь там лампа. И вот это все, что вы смоделировали, распечатываете или даже просто нажимаете кнопку «Отправить», вы можете просто всю эту кухню заказать и вам привезут на дом, не выходя из дома. Думаю, когда будут очки более доступные для покупки, и можно будет даже в эту кухню зайти, пощупать, посмотреть, раздвинуть, отодвигать все шкафчики и так далее. Я так, кстати, купила себе шкаф тоже. Пришла в Икеа и говорю, вот так и так, мне нужен такой шкаф, туда мне нужна вот здесь полка вверху и внизу, а здесь все пять полок мне нужно. И мне все это быстренько смоделировали и выдали листочкой, и говорят, расплачивайся на кассу, мы тебе это все привезем. Вот так вот работает шведский бизнес, то есть люди не сидят на месте, они развивают свои бизнес-модели в соответствии с модернизацией, с новыми технологическими разработками и инновациями. Это мне, я уже говорила, очень интересно, об этом я вам буду рассказывать. Вот в Икеа появилась такая функция. Заходите, смотрите, пытайтесь тоже что-то создать, свою комнату оформить в согласии с вашими параметрами и вашими желаниями. В Лондоне же Икеа не очень-то популярный магазин. Допустим, папа из моей третьей семьи, в которой я работала няней, поехал туда впервые в жизни, по-моему, в 2017 году. Как он был счастлив, что там столько всего можно купить и так дешево. Он привез около 20 разных тарелок, 20 кружек, вилки, ложки, чего только он не накупил, полотенца всякие. Ну, такие вот разные мелочи. Он еще такой запасливый мужик, он везде, у него отовсюду. Я просто, когда впервые пришла в их семью, открываю шкафы, смотрю, там просто море посуды, море всякой, всячины и чистящих средств. В общем, запасливый мужик. И вот он запасся в Икеа, накупил всего, приезжает, выставляет, мне вот это все показывает. Я говорю, и куда мы это будем складывать? Он так запнулся и говорит, да, а вот об этом я не подумал, ну, придется что-то выкинуть из старого или сложить там в какие-то склады. В общем, не знаю, что он будет с этим делать. Ну, конечно, зато не так жалко, если что-то разобьется, побьется, потому что у него там какая-то особенная была посуда, итальянская такая. Сложил в шкафы. То, что итальянская лежит только на самые-самые праздники, а этим они уже спокойно пользуются, как так и надо. И вот, когда он приехал, впервые так обрадовался. Ты, говорит, знаешь про такой магазин? Я говорю, знаю. Я еще в 2010-м там покупала, с братом оформляли его дом в этом магазине. Он такой, да, а я вот и не знал, что есть такое. Потому что британцы в основном, особенно богатые семьи, в которых я жила, они закупаются в больших универмагах, типа Джон Льюис, Деберхамс, что там еще у них есть. В общем, покупают. В основном у них Джон Льюис, я уже об этом вам рассказывала. Ну, что я хочу сказать о Лондоне и вообще о Великобритании. Конечно, не сравнится с нашими магазинами. У нас все такое изощренное. А у них все такое старенькое, потертое. Они любят все потертое, старенькое, древнее. Ну, то есть это вообще не мой вкус, не мой стиль. Я люблю все четкое, все белое. Белого там очень сложно найти, белую мебель. Поэтому для меня IKEA там был самый основный магазин. Ну, в основном они как бы у них есть Home Base. У меня, кстати, вот карточка еще из Home Base есть, потому что мы с братом там тоже закупали. Где можно купить электрику, лампы, люстры. Такие небольшие мебельные принадлежности. Хотя и диваны там тоже продаются. И B&Q. B&Q больше, наверное, принадлежит к садоводству. Хотя там тоже и цемент продается, и все для постройки. Ну, и такие товары, сопутствующие товары для дома, они покупают в магазине Wilkinson. Ну, или какой-нибудь Primark. Где что-то продается, там какие-то аксессуары или удлинители, или лампочки вкручивать которые. О каждом магазине, может быть, попозже я буду рассказывать. У меня нету никаких съемок в этих магазинах. Я ничего сейчас не могу вам показать. Но когда я буду ездить в Лондон, и если вам это будет интересно, пожалуйста, пишите в комментариях. Я вам обязательно расскажу и покажу. Так как весь мой контент делается на моих собственных фотографиях и моих собственных видео, я не могу вам показывать чужой контент. Поэтому все, что вас интересует, и все, что я могу вам рассказать на основе своего контента, я вам рассказываю сейчас или буду снимать в будущем. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok